Здравствуйте, друзья! Сегодня 24 ноября 2024 года. Я сегодня получила два новых сорта гортензии. Один сорт метельчатый, один крупнолисный. И хочу вас с ними познакомить. Это сорт Eclipse First Edition. Вот не знаю, годится ли вот такая вот этикеточка, которая была приклеена к нашим гортензиям, как паспорт. Ну, я так думаю, что можно использовать как паспорт, потому что есть штрих-код. Ну, не знаю, я не совсем уверена. Значит, ну, это точно из-за границы пришли гортензии. Получала я их на фирме Домиников Ловерс. Значит, заказала я 75 штук, пришло только 45. Кому я обещала, что я могу выслать маточники, не высылаю. Все, буду черенковать, потому что, ну, 45 штук, сами понимаете, мало. А весной, судя по тому, как вы следите за моими обзорами, да, и будут заказы. Поэтому я решила все-таки все подчеренковать. Тут кусты-то не очень большие. Значит, что хочу сказать. Темно-фиолетовый лист. Сейчас поближе покажу вам. Видите, какая разница с зелеными листьями и с этими кустиками. Значит, кустики. Ну, вот это я вам показываю. Это хороший, прям пышненький кустик. Да, есть прям вообще плохонькие. Ну, вот, например, вот такой вот. Да, ну, в смысле плохонькие, я считаю, это те, которые, ну, невозможно черенковать. Теперь, значит, вот смотрите. Они уже были подчеренкованы, обрезаны. Вот они. Это не я обрезала. Это так мы получили такие. Вот. Судя по тому, как производители их обрезают, то получается у них на три пары почек они их обрезали. Наверное, вот так и должна быть у них обрезка. Не могу сказать, но я уже кое-какие обрезала. Так, кошка моя, уходи. Я вот так обрезала. Ну, почему? Потому что, во-первых, я не знаю, ремонтантный это сорт или не ремонтантный. Будет он у меня цвести или нет. Но цель моя получение черенков. Поэтому я уже пообрезала, но на одну пару почек. Вот так, вот так. Даже вот такое вот есть. Вот так вот обрезала. Ну, потому что хочется получить больше черенков, чтобы досталось всем желающим. Вот здесь тоже я обрезала на одну пару почек. Все обрезала на одну пару почек. Но это остальные мне придется еще обрезать. Значит, как заявлено по характеристикам этого сорта, высота этого сорта, если высажена в открытый грунт, до полутора метров. То есть такой вот интенсивный рост. Причем полтора метра – это очень взрослый куст, я так думаю, от трех лет и свыше. И там написано, что только при санитарной обрезке. То есть санитарная обрезка – это вы цветы обрезаете и старые трехлетние стебли. Все, остальное не трогайте. И получается, что вот прошлогодние стебли, да, ну, молодые еще, там, двухлетние, одногодичные, они сами по себе будут высокие, а из верхней почки разовьется на следующий год новый побег. И получается, вот высоту он каждый раз становится все выше и выше, этот куст. То есть у меня, как, вот, например, я вам сейчас покажу, мой сорт Белла. Вот этот сорт Белла, он, когда я его получала, был совсем-совсем маленький и низенький, и я ни за что не думала, что он будет вот такой. Сейчас он где-то, ну, полтора метра – это точно. Все эти кусты, вот они, получается, те кусты, которые я обрезала, да, на две пары почек, те все равно они догнали вот этот, вот, например, куст, вот он, они все равно догнали вот этот вес, ой, высоту, и все-таки они достигли полтора метра высотой, но этим кустам уже лет пять. То есть вот имейте в виду, что вот этот Eclipse First, ой, как правильно его, Eclipse First Edition, да, он может достичь такой высоты, наверное, где-то, наверное, на пятый год. Может быть, вот так вот. Поэтому я так думаю, что не зря я его приобрела, даже если это и не ремонтантный окажется сорт. Пока нет таких сведей о его ремонтантности. Но вот эта вот темно-фиолетовая листва просто обалденно. Мне даже, когда пришли эти растения, вывезли их, да, на фирме, прям у меня глаза прям загорелись, я не особо-то хотела их покупать. Ну, я знала, что темный лист, да, у меня еще кое-какие сорта есть с темным листом. Но этот просто-просто завораживающий лист. Красавец, хочу сказать. И у него темно-малиновый, переходящий в красную расцветку цветы. Цветы не махровые, да, они вот однорядные, но крупные. Крупные, довольно-таки симпатичные по картинке. Свою картинку не могу вам показать, уже в интернете они есть. Так, и вот второй сорт. Это метельчатая гортензия. Граундбрейкер. Это бордюрная гортензия, вот ее, вот такая вот этикеточка, как правильно пишется. Значит, низкий, очень низкий сорт, как бордюрная, до 30 сантиметров высотой. Совсем олюпусечка. Это, знаете, напоминает мне таблетензию. Вот у таблетензии, у крупнолистной, да, вот когда я купила этот куст, вот там было 40 цветков, просто 40, я даже посчитала, да, 40 цветков было. То есть хорошие крупные цветы, просто обалденные. Но вот они в таких плоских горшках были, но достаточно должны быть широкие горшки. Теперь вот смотрите, когда мы получили вот этот сорт, тоже вот смотрите, он широкий, низкий, да, горшочек, но довольно-таки широкий. И обрезка у него, видите, вот на... Все были веточки буквально на одну-две почки. Две почки – это редкость, а обычно на одну почку. Единственное, что, конечно, они вот прям обсыпались многие, вот когда пришли, ну, может быть, где-то вот по холоду ехали. Корневая система довольно-таки хорошая. Единственное, что жалко, тут вот даже обрезать нечего, потому что обрезка, видите, такая очень-очень, очень даже короткая. Тут прям вот совсем нечего. Так что весной навряд ли у меня будет это все в продаже. А вот чуть попозже, может быть, в феврале пойдут молодые побеги, и тогда я уже смогу их почеренковать. Значит, розовая расцветка, довольно-таки яркая такая расцветка. Много-много цветов. И, значит, на одном кусту много цветов, не очень крупные, но раз 30 сантиметров высотой, да. И видела я картинки в интернете, вы можете сами найти, посмотреть эту гортензию, да. Она очень эффектно смотрится, как бордюрная, потом как ампельное растение, вот, то есть, в контейнерах подвесных хорошо смотрится. И я так думаю, что их можно высаживать и на солнце, и в тени. Ну, у нас на юге навряд ли ее можно на солнце, а в тень, полутень, это, да, можно. Поэтому, вот так, это не дешевые. Вот, смотрите, у нас закупочная цена была 1200, или, ой, 1000, забыла уже, 1122 рубля. Вот так, закупка. Поэтому я не знаю, по чем ее продают, но я так думаю, что навряд ли вы дешевле этой цены где-то найдете. То есть, если кто-то покупает на продажу, то это будет стоить не меньше 2000 рублей. Поэтому вот такая вот стоимость. Не удивляйтесь я для того, чтобы вы не удивлялись, вот эту цену озвучиваю, потому что вот такая вот у поставщика цена. Ну, новый сорт, во-первых. Ну, во-вторых, это редкий сорт, бордюрные. У нас были какие-то еще метельчатые бордюрные, но те там 50 сантиметров, 60 сантиметров высотой, там вот бэби, там вот такие вот сорта. Ну, вот это еще ниже. Все, друзья, спасибо вам огромное-огромное за внимание. И до следующей встречи.